Татьяна Рик На санке Обнял собаку и говорит Я без нее домой не пойду Маме стало жалко То ли собаку, то ли Мишку И она пустила в дом Обоих Это потому что папа тогда в больнице лежал Если бы папа был дома Лиску бы не взяли Он бы не разрешил, наверное А так как Мишка сказал, мы, мол, его потом уговорим Так и получилось Лиску пустили Только в коридор Мама сказала Вот еще, чтобы какую-то дворняжку В дом пускать А еще по улицам, чтобы она бродила У нас вообще никогда ни собак, ни кошек не было Бабушка считала Это не гигиенично Но Лиска мамино благородство оценила Что ее вообще пустили С мороза в дом взяли Еще кормят Она сидела и всем своим видом говорила Спасибо, спасибо, спасибо И вам добрый человек Тоже спасибо И вам Я все понимаю Место мое здесь Я тут очки посижу в уголочке Мне здесь вполне нормально Я много места не займу Не тревожьтесь Спасибо, спасибо Поселилась на под стулом 106 штук села Сказал Мишка После этого Лиска лежала на боку Надутая сытая брюшка Переваривала котлеты Кажется, псина объелась Но не жалела об этом Когда мы уже на кухне Лиска лежала в коридорчике Она знала, что на кухню ей нельзя Удивительная, понятливая все-таки собака Даром, что с помойки Так вот На кухню нельзя Но очень хочется Она стала потихоньку подползать к нам По сантиметрику По капелюшечке Продвинется и лежит Думает, что мы этого не замечаем Мы молчим, хихикаем Между собой переглядываемся Вот продвинется на полтора метра Но тут мама ей строго так скажет Это что еще такое? И Лиска раз-раз Отползет назад в коридорчик А потом снова по сантиметрику По крошечке К нам подбирается Мама опять Это что такое? И снова Лиска послушно Виновата ходит в коридор Слов мы ее не баловали И она ослушалась Но однажды она проштрафилась Случилось это так Оля купила десяток яиц А в это время Как раз были перебои То есть купить какую-нибудь еду Было трудно и дорого Оля большую очередь отстояла Чтобы эти десять яиц купить Наш в семье пять человек Каждому по два Положили эти яйца в тазик Под буфет Вот слышит Оля Как Лиска что-то грызет Хотела посмотреть, что именно Но в этот момент Позвонила соседка снизу И сказала Что наш брат Мишка У дочки ее, Марины В гостях Что ему там плохо стало Живот у него болит Они стали скорую звонить Там говорили Мальчик тучный Тучный, тучный Мишка и правда тучный в детстве был Так это он обожрался чего-то На скорой объясняет Мы к вам не поедем Как это не поедетесь Возмутилась Маринина мама Тут ребенку плохо А вы не поедете Я на вас жаловаться буду Ладно, поедем Неохотно согласились Скорой После этого Маринина мама Позвонила нам И вызвала Олю Оля ушла А собака Осталось что-то грызть Огрызла она Те самые яйца Она потихоньку пробиралась на кухню Брала в зубы яйцо И на цыпочках возвращалась обратно По стул Там в темноте Она разгрызала скорлупу И выпивала яйцо Когда Оля вернулась Ей осталось только три И одно из них было уже надкушено Как мы ругали бедную собаку Мы ее стыдили А она все понимала Она опускала глаза И закрывала лицо Лапой От стыда Она знала, что своровала И понимала, что ее распекают Еще несколько дней подряд Мы говорили, что она нехорошая собака Воровка А она, бедняга, отворачивалась И закрывалась лапой А потом Лиска заболела чумкой И ее не стало Не хочу об этом писать Только знаю Что она наверняка Живет в собачьем раю Я уверена, что есть Рай собачий Кошачий Пугайский Черепаший И даже для бабочек есть И для старых игрушек Я верю, что все, что мы потеряли Там и живет А иначе было бы слишком больно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому